теперь расскажу по контейнерам для малышей и змеек то есть пока они маленькие им пойдут небольшие контейнеры до 12-15 литров высокие почему потому что я им поставлю потом еще так сказать такие заборчики по которым можно влазить разные укрытия куча всяких удовольствий то есть по мере взросления змейки все это будет увеличиваться в размерах в итоге получится контейнер как у оливии опять-таки одни отверстия снизу одни отверстия сверху но несколько будет на крышечке контейнеры у меня изначально были не сильно прозрачные их было давно но вот видно еще какое оно состояние принципе бушные для начала крыться сойдет на дно контейнера с одной стороны вот сейчас покажу я постелю салфеточку значит для улучшения линьки у меня будут такая вот важная камера со сфагнумом он увлажняется но не знаю видно или нет он влажный то есть по мере подсыхания он опять будет с пульверизатор опрыскиваться маисики очень любят ныкаться всякие укрытия и под линьку идеальная тема камера взрослые принципе могут и без нее обходиться но малышу поставлю и укрытие укрытие вот такое вот так само собой разумеется что змейка будут ныкаться и за важную камеру и за укрытие тут как бы никуда не денешься потому что малыш еще крошечный пока так обязательно ставится водичка я полно не наливаю потом как змеи бывают купаются и все это расплескивает по мере загрязнения будет меняться вот так вот выглядит минимальный состав контейнера для маленького маисового повоза еще раз говорю по мере взросления контейнер будет меняться на более просторный более объемный и высокий и я на днях сделаю здесь где полазить всякие так сказать тренажерные залы будут здесь для малышей они очень активные быстрые и еще как бы такой момент нет смысла сразу малыша сажать в большом контейнере не потому что там он тупо потеряется его не будет видно а потому что вы будете заниматься приручением змейки чем меньше объема тем проще ее так сказать взять на руки и заставить так сказать хоть как-то контачить в большом пространстве у змеи будет больше шансов заняться бегством спортом будет спасаться от вас и так сказать получится будете кошмарить больше чем брать на ручки для приручения поэтому пока так пока в маленьком а по мере взросления тогда уже будем переезжать в большие емкости ну до этого нужно расти и расти как-то так малышка начинает осваивать новые территории так что оставляю ребенка в покое хотя бы на сутки пусть обвыкается все-таки стресс поездка романчик счастья